Приветствую вас! С точки зрения, опять же, психологии, да, и психотерапии, лояльности и поддержки, которые вам, ну, которые, вот, вы получаете от одного психолога, это хорошо, но это не имеет никакого терапевтического значения, потому что работы не происходит. С другой стороны, некая правда в лоб, да, она более терапевтическая, и ваш дискомфорт, то есть выход из зоны комфорта, который происходит после, он куда более полезен и предпочтителен, чем, ну, чем такая вот поддержка. То есть, с этой точки зрения, с точки зрения о пользе, для вас столетен тот, у кого правда в лоб. Но, с другой стороны, очень важно понимать, какой у вас изначально был запрос. То есть, а, ведь психолог, если он профессиональный, он работает именно с запросом. И вам необходимо увидеть свой запрос, и вам необходимо сформулировать его, и посмотреть, какой запрос, точнее, какой психолог лучше реализует ваш запрос. Вот и все. Если у вас был запрос на лояльность и поддержку, это, в таком случае, тот психолог справляется с запросом лучше, а тот, который говорит правду в лоб, он может быть и прав. Может быть и прав, но с запросом он не работает. И в этом смысле, по моему мнению, психолог поступает не совсем профессионально, да, когда он не работает с запросом. А если вы, наоборот, хотите правду в лоб и хотите над собой работать, то есть, ну, например, не знаю, хотите изменить, изменить свое поведение, да, то лояльность и поддержка являются тем, не тем, что вам нужно, не соответствуем запросам. Понимаете? То есть, вы так говорите, я работаю с двумя психологами, а по поводу чего, какой у вас изначально запрос был, и что вы хотите от психологов, почему от двух разных психологов вы получаете разные вещи, получаете два запроса разные, с двум психологом. Разные вопросы с двум психологом, это крайне деструктивный подход, потому что работать нужно с одним. И вот, пожалуй, самую большую ошибку, которую вы совершили, это именно то, что вы работаете сразу с двумя. Так, это очень деструктивный подход, психолог он один, один. Вот, так что ориентироваться нужно на запрос и на то, какой специалист лучше всего отвечает вам на этот запрос. Возможно, как сказал мой коллега Сергей, ни один психолог ваш запрос не удовлетворяет, да, не работает с ним, возможно, потому что вы его не сформулировали. А сам психолог так вопрос не поставил, то есть это, конечно, уже нужно уяснять, это детально. Еще раз повторю, у вас есть запрос, если вы не знаете запрос, вы с психологом его формулируете, и после этого со специалистом работаете над этим самым запросом. Потому что только по запросу можно отслеживать результат, только по запросу можно смотреть, есть прогресс в этом смысле или нет. А если, если, к примеру, работать без запроса, то можно работать очень долго и, в общем, ничего, просто ничего не будет. Можно бесконечно проходить, проходить в психологу тогда, вот, и в итоге ничего не добиться. Вот, такой ответ. Надеюсь, это было для вас полезно. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.